Сегодня прошло последнее в уходящем году заседание правительства республики. Министры рассмотрели ряд вопросов, которые необходимо было решить до января 2013. Своеобразный подарок сделало всем работникам культуры профильное министерство. Правительство утвердило обновленную госпрограмму культуры Чувашии до 2020 года. В этом документе объединены несколько различных проектов, дополняющих друг друга. В государственной программе систематизируются цели и задачи реализации государственной политики Чувашской республики в области культуры и искусства. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, кинематографии, межнациональных и межконфессиональных отношений, архивного дела, образования и науки в сфере культуры и искусства на период 2012-2020 годов. Цели, которые должны быть достигнуты по выполнению этой объемной программы, увеличение отреставрированных объектов культурного наследия, расширение электронной каталожной системы в библиотеках республики, пополнение музейных фондов и архивохранилищ и, главное, увеличение средней заработной платы работников культуры до 36,5 тысяч рублей. Ожидается также, что вырастет и количество людей, участвующих в различных культурно-досуговых мероприятиях. Вслед за указом главы Чуваши о материальной поддержке семей с третьими и последующими детьми, Минздрав соцразвития республики разработал порядок предоставления ежемесячных денежных выплат. Предполагается, что с 1 января выплачиваться будет прожиточный минимум, рассчитанное для детей, в размере 5 504 рубля из расчета прожиточного минимума для детей, установленного на 3 квартал 2012 года. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением проекта установления, будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета и за счет субсидий из федерального бюджета. Объем субсидий из федерального бюджета на софинансирование определен в размере 90% от необходимых в будущем году. Средства составляют 104,4 миллиона рублей. При этом средства республиканского бюджета предусмотрены 23,9 миллиона рублей. В Новый год с новыми тарифами проезд в железнодорожном пригородном транспорте подорожает. Этого РЖД и дочерние структуры, работающие на территории Чувашии, добивались с прошлой зимы. По расчетам государственной службы по тарифам рассчитано в соответствии с методикой, утвержденной приказом федеральной службы. Плановый экономически обоснованный безубыточный тариф на 2013 год составляет 42,75 рубля за одну 10-километровую зону. Учитывая принятые федеральные службы по тарифам решения о среднем росте тарифов на перевозке пассажиров с бездорожным транспортом в отскартных и общих вагонах дали в исследование в размере на 25% к уровню до 2012 года. Тариф на перевозку пассажиров с железнодорожным транспортом в пригородном сообщении предлагаем установить в размере 22 рублей. Территория столицы республики увеличится почти на полсотни гектаров за счет лесных участков. По словам временно исполняющего обязанности министра строительства Олега Маркова, это позволит повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения состояния лесных массивов, обустроить зоны отдыха в лесных массивах, создать условия для занятий физкультурой, спортом и туризмом. Руководитель администрации главы республики Александр Иванов подвел краткие итоги работы правительства в 2012 году. Больше всех вопросов внесли на комитет министров, это Минстрой, 91 вопрос, еще с учетом того, что они были два министерства инвестия. Мин, здраво-соцразвитие, 66 вопросов. Минобразование, 61 вопрос. Минэкономразвитие, 58, Минфин, 38, но остальные заметно меньше. Из служб и инспекции, больше всего, госслужба занятий, 15, по 14, 13, конкретная политика и ГКЧС у вас располагает. В следующем году правительство предполагает работать еще более активно. План заседаний уже составлен.